Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас выпуск с ответами на ваши вопросы. Пять показавшихся самыми интересными мне вопросов, они пришли в Инстаграм. Ну, начнем. Алексей спрашивает, соблюдаете ли вы карантин? Да, Алексей, соблюдаю. Как вы могли заметить, интерьер на моих видео слегка поменялся. В соответствии с рекомендациями медицинских властей, я, как, ну, наверное, миллионы других людей, работаю из дома. Вот сейчас я записываю это видео у себя на кухне. В мире вообще есть два подхода к работе с эпидемией коронавируса. Это либо тотальный карантин, либо выработка коллективного иммунитета. Ну, с тотальным карантином, вы понимаете, там все просто. Все изолируются приблизительно на месяц. Кто болен, тот переболевает, кто здоров, ждет, пока все переболеют. Коллективный иммунитет – это, наоборот, изоляция только самых уязвимых, а остальные болеют в легкой, ну, или в средней форме. Как 60-70% населения переболели, так вырабатывается коллективный иммунитет, и эпидемия стихает. Вот это крайности. На самом деле ни одна из них не может работать в чистом виде в крупной нормальной стране. Вы не можете абсолютно всех запереть на месяц. Вам нужно, чтобы страна функционировала, чтобы люди имели еду, а попавшие в больницу, ну, те, у кого тяжелое заболевание, нужно, чтобы кто-то их лечил. Вы не можете совсем закрыть банки, транспорт, магазины, аптеки, доставку, кучу всего другого. Поэтому эпидемия, ну, все равно будет, хоть и не столь активная, как без карантина. Вариант с коллективным иммунитетом не учитывает того факта, что даже не у самых уязвимых слоев населения болезнь может протекать тяжело по разным причинам. Но вот результатом такого тяжелого протекания нынешней болезни является потребность в аппарате вентиляции легких, ну, и в палатах интенсивной терапии. Почему их не хватает, это другой разговор, но сейчас надо принять как факт. Если же болеют сразу многие, то, как оказалось, аппаратов и палат не хватает. И тогда сразу начинает расти смертность. Поэтому в результате почти все страны пришли приблизительно к одинаковым практикам. Это карантин для значительной части населения, это изоляция наиболее уязвимых слоев и меры социального дистанцирования. Все эти меры объяснимы на базе ныне имеющейся информации, и их надо придерживаться. Что, собственно говоря, делаю я и чего вам желаю. Голосовать ли против поправок? Ну, или бойкотировать голосование? Спасибо за вопрос. Несмотря на кажущуюся простоту, это важный вопрос. Изначально в качестве поправок была смесь разных дурацких изменений. Часть из них – это просто голый обман. Ну, промрот и индексацию, например. А часть – это вот та, которая про отмену независимости муниципальной судебной власти – это, конечно, нарушение баланса власти и, конечно, усиление авторитаризма. Но только на бумаге. Потому что по факту все это уже случилось. Однако, было ясно, и я про это говорил сразу, все вот эти вот поправки, изменения – это лишь для отвода глаз. И вот поправка Терешковой, она выплеснула дерьмо из ведра. Смысл изменений, мы теперь все это знаем, продление власти Путина, продление навсегда. И против этого нужно выступать со всей решительностью. И стоит выступать со всей решительностью, поскольку у Путина нет по этому вопросу большинства. Но голосование было назначено на 22 апреля. Эта дата, по всем расчетам, должна стать пиком эпидемии коронавируса. Естественно, призывать идти людей на участки или пускать к себе вот эти вот команды с урнами во время разгара эпидемии – это безответственно. Поэтому я высказал позицию, что в такой ситуации лучше просто поберечь себя и не принимать участие в голосовании. Сейчас ситуация снова изменилась. Общее возмущение, боязнь у власти, что не придут старики, а это ключевой для Путина электорат, заставила его перенести дату. И теперь мы имеем следующую картину. У нас есть набор самых разных поправок, за которые предлагают проголосовать скопом. Набором или комплексным обедом, как сказала Элла Памфилова. Там есть обнуление Путина, там есть про индексацию пенсии, про брак как союз мужчины и женщины, отмена независимости судей, обманка про МРОД, уничтожение муниципальной власти и куча всякого другого дерьма. Вот как за все это можно голосовать? Только против. Хотите вносить изменения в Конституцию? Вносите, как это положено, по закону, по одной. И давайте каждую обсуждать. И за каждую отдельно голосовать. А по этому непонятному комплексному обеду может быть только один ответ – нет. Как сказать нет? Ногами или голосованием? Я считаю, что наше нет должно быть максимально четким, а не смешиваться с безразличием. Но главное – мы все все равно про нет. И нельзя позволить властям и их агентам рассорить нас по принципу, в какой форме мы хотим сказать это нет. Мой противник – не тот, кто проголосует ногами. Это мой союзник. А тот, кто придет, чтобы сказать «да». И отдельно про обнуление Путина. Я считаю, что общим требованием оппозиции должен стать полноценный референдум по этому вопросу. Хочешь обнуляться? Рассказываешь, что это будет лучше для страны и граждан? Тогда имей смелость. Выходи с этим вопросом на референдум, а не протаскивай его спрятанным в куче мусорных поправок. Ну или страшно? Страшно, что люди проголосуют против? А они, вероятно, проголосуют. Как молодой парень может попасть в политику? Интересный вопрос. Важный и легкий одновременно. Так редко, но бывает. Ответ простой. Через YouTube или через Instagram. Мы живем в сложное, но интересное время. Раньше, чтобы просто донести свои взгляды, донести информацию о своей деятельности до людей, требовались посредники. Это были газеты, журналы, телевидение. И попасть туда было сложно. И зависело это во многих случаях от власти. Сейчас все, что вам нужно, это смартфон, интернет и голова. Если вы делаете что-то нужное людям, если ваши идеи, если ваши действия способны убедить граждан, что вы можете быть их представителем, снимайте об этом и выкладывайте. Если это интересно, если это полезно, если это остро, то это обязательно зайдет. Слушайте, это только Путин собирает эти монструозные прямые линии на центральных телевизионных каналах. Трамп, он всей Америкой, если не половиной мира, управляет через Twitter. Люди в соцсетях делают миллиардные состояния, собирают миллионные аудитории. Не надо переживать по поводу отсутствия студийного качества. Главное для политика – это искренность, это актуальность, это понимание нужд людей. Хотите быть политиком? Снимайте то, что вы делаете для людей и выкладывайте. Есть идеи какие-то, но вы не уверены в способности их реализовать? Ну, присылайте, давайте рассмотрим вместе. Годящаяся идея, постараемся помочь. А не допускаете ли вы, что это грандиозная афера? Я имею в виду коронавирус. Не так все просто. Мы пока не знаем точных данных по заболеваемости и смертности. Мы не знаем, от чего в разных странах отличается масштаб эпидемии. Мы не знаем, насколько нынешняя эпидемия опаснее тех, которые уже были. Но это, конечно, не фейк. Афера такого масштаба просто невозможна. Ну, конечно, если не верить в каких-нибудь инопланетян или какую-нибудь другую конспирологию. Ну, как вы себе представляете аферу с участием правительств таких разных стран, как США, Китай, Франция, Индия, Германия, Россия, Великобритания? Нереально. А тысячи погибших в Италии, ну, мы их на самом деле видели своими глазами. Это никакой не феек. Жесточайший карантин для более чем миллиарда жителей Индии. В зависимости от места вашего жительства, у вас либо уже есть заболевшие среди личных знакомых, либо будут в течение месяца. У меня уже есть. К тому же один из моих сыновей проходит практику выделения скорой помощи. Есть личные впечатления. Конечно, это не фейк. В то же время меры по борьбе с эпидемией могут стоить мировой экономике до 10% падения. Это очень много. Это не просто цифры. Это прямое ухудшение уровня жизни для всего мира. И на самом деле это тоже жизни людей. Больше мы этих жизней выиграем или больше проиграем. Я убежден, что лучшие научные умы выскажутся в свое время на эту тему. А пока самое глупое было бы и подстрелить экономику, и людей не спасти. Поэтому я выступаю за выполнение рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и вам рекомендую тоже. Может ли бюджет позволить налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса? Не просто может, а должен. Так поступают по всему миру. Налоги на бизнес – это в конечном итоге всегда налоги на экономическую деятельность. Сейчас эта экономическая деятельность близка к нулю. Люди не развлекаются, не потребляют, не ездят. А это и есть сфера малого и среднего бизнеса. С него просто нечего получить. Конечно, нужны каникулы. Конечно, нужны послабления по аренде, по кредитам. Больше скажу. Государство обязано взять на себя часть расходов по выплате зарплат. Ведь вот как получается, государство принимает решение о введении карантина, о запрете выходить из дома и ездить на работу. И тем самым лишает малый и средний бизнес доходов. Да, согласен. Эти запреты сделаны в интересах общества. Ну и зарплату людям платить, это тоже в интересах общества. И поддержать малый и средний бизнес от неизбежного разорения, это тоже в интересах общества. А средства для этого есть. Фонд национального благосостояния достиг 12 триллионов рублей. У Центрального банка тоже есть резервы. Это 550 миллиардов долларов. Это государственные заначки на черный день. И вот пришел черный день. Надо тратить. Ну или мы что-то не знаем. И тратить уже нечего. И все заначки втихую на что-то растырканы. Друзья, спасибо вам за интересные вопросы. Присылайте еще. Я постараюсь отвечать. И вы подписывайтесь на мой инстаграм. Вопросы я собираю именно там, потому что там это просто удобнее. И, к слову, иногда мы там беседуем с подписчиками. Ну, только вот прошу, внимательно смотрите, кто вам отвечает. Мои ответы, они с галочкой. А то там тролли совершенно распоясались. Ну, счастливо. Берегите себя.